В одной семье жил кот 12 лет. Он был спокойный и хозяев слушал. Но круто изменился вдруг сюжет. Кот в одночасье стал совсем не нужен. В семье родился маленький сынок. Конечно, это радость, прямо скажем. Но вдруг пришел с котом разлуки с рук. Он был в машину, вечером посажен. Мне жаль, но все ж подальше отвези. Едва не плача, женщина сказала. Но холод в ее голосе сквозил. Хоть кот не уловил его сначала. Мелькали полуночные огни, бежали километры, километры. И кот оставлен был. А с ним одни просторы и порывистые ветры. Машина, хлопнув, в дверь и унеслась. А он глазел вокруг, не понимая, что ниточка сейчас оборвалась. И он совсем недалеко от края. И кот пустился смело в дальний путь. Он шел упорно к цели, точно зная, Не должен он здоровь, то есть вернуть, Что где-то ждет его семья родная. Кот шел четыре месяца домой. Он голодал. Он мерз. С котами дрался. Но, наконец, устал. Чуть живой. Он до крыльца заветного добрался. И хоть уже совсем не стало сил, Мяукнул кот охрипший, Тише мыши. Он тихо в дом пустить его просил. Хозяин этот слабый писк услышал. Он дверь открыл И тут же обомлел. Жену зовет. Смотри, кто здесь за дверью. А кот в глаза им преданно смотрел И сам себе от радости не верил. Жена сказала. Как же он дошел? Он мне вчера как раз во сне приснился. Ну, а коту вдруг стало хорошо. И он к ногам хозяйки прислонился. Ну, что поделать? Муж ответил ей. Пускай живет. Раз так. Ведь он вернулся. А кот уткнулся в коврику дверей. Закрыл глаза. И больше не проснулся. Видали ли они? Пускай живет. Скорую lugares. Она помнит. Когда первого пłemчанста. ami. Потому что... где оно было в мастер.